Приветствую всех! Поговорим сегодня о просветлении. Мне за последнее время попалось несколько роликов, где люди от мала до велика, то есть не важно мужчина, женщина, они причем называют себя просветленные, гуру, мастера вещают о просветлении. И наверняка вам попадалось это точно так же, как в текстовом режиме, так и на ю-тубе видеороликов. Что я хочу сказать? В первую очередь для того, чтобы что-либо рассматривать, о чем-либо размышлять и рассуждать, надо сначала уловить собой, что данная реальность – это информационный сон. То есть, почему это так? Потому что Абсолют – это не личность, у него нет глаз, ушей, рук, гениталий, он не ходит на работу, он не приходит домой, не пьет чай, он не смотрит там сверху, что там делают люди. Это не человек. Не стоит играть больше, это недопустимо, это кощунственно заниматься персонификацией. То есть, человек, будучи образами своей личностью, с позицией этой обусловленности, судит об Абсолюте. Недопустимо. Точно так же, как недопустимо судить о просветлении. Прежде должно произойти обнаружение вот этих ипостасей внутри самого человека. В человеке есть свет, это сознание, это суть бытия, это Абсолют, это настоящесть, это сущностное. И в человеке есть личностное – это продукт информационного сна, это подсознание, это ментал, это обусловленность. Пока человек находится на частоте личности, он по умолчанию управляем информационным полем, он по умолчанию принадлежит информационному сну. И никакого просвета в этом сне не будет, пока человек не начнет находиться в наблюдении за собой, за своими мыслями, за тем, как он думает, за тем, как он анализирует, за тем, даже как он подбирает слова. Ведь посмотрите, даже человек говорит «не могу найти слово». Обратите внимание, прежде чем человек ищет слово, он куда-то смотрит, он что-то ощущает, он смотрит внутрь и слышит некий рисунок, согласно которому он подбирает слово. И вот этот момент важен, но человек его, как правило, проскакивает. Итак, любые понятия, благие, не очень благие, с позиции мышления – это информационный вирус, это иллюзия, это утопия, это не имеет отношения к настоящести. Поэтому, когда вы слышите «будьте собой», «будьте моментом», «счастье и есть момент», «будьте здесь и сейчас», да, все здорово. Но если вы будете всем этим посредством своего мышления, посредством своей личности, благодаря все той же обусловности и образности, вы просто формируете сон внутри сна. И никакого просвета, никакого освобождения, спасения из этого нет и быть не может. Потому что свобода, находится в разотождествлении со сном, но не внутри самого сна. Внутри самого сна спасения нет. Внутри самого сна нет даже ответа, как спастись. Потому что истина, которая является спасением, которая является чистотой освобождения, вознесения чистотой настоящести, она запредельна менталу. Ментал не в состоянии транслировать истину. Поэтому никто не может вам дать истину. Во-первых, никого, кроме вас, у себя в данной реальности нет. Во-вторых, информационное поле в лучшем случае может дать какие-то осколочные фрагменты, какие-то векторы, какие-то направления. Но только внутреннее наитие, внутреннее ощущение может вам подсказать, куда вы движетесь и что с вами происходит. Но никак не мысли и никак не состояние присутствия в голове. Всегда обращайте внимание, будучи в наблюдении, которое обязательно должно быть. Потому что наблюдение формирует присутствие, формирует некий суверенитет, авторитета себя. Авторитета не в плане зашкаливающего ЧСВ и соревновательного такого эго-поединка с кем-либо. Авторитет — это полагательство. То есть, когда вы полагаетесь на самого себя, точка отсчета вы сами, вы всегда зависите от самого себя. Это не умаляет того, что вы взаимодействуете с кем-то. Да, в данной реальности есть свои правила. Вы не можете их менять, бесполезно с ними бороться. Более того, нельзя от них сбегать. И поэтому все призывы — не парьтесь, расслабьтесь, будьте безмолвием. Я хочу вам задать вопрос. Хотите ли вы быть на операции у хирурга, который находится в безмолвии? Хотите ли вы стать пассажиром самолета, пилот которого находится в безмолвии? Что такое безмолвие? Вот вы сравните. Можете ли вы в безмолвии сказать, что вы сгруппированы, что вы сфокусированы, что вы включены, что вы бдительны, что вы присутствуете? Или безмолвие — это некое такое вхождение внутрь, где вы выключаетесь из внешнего. То есть, вы просто такой как бы улетевший человек, который просто находится на какой-то своей волне. Это и есть формирование сна внутри уже существующего сна. Просветление — это обнаружение собственного света. Причем собственного не в плане того, что у кого-то есть другой. Свет один, абсолют один. И вы у себя один, даже если вы вокруг кого-то видите. Вы всегда взаимодействуете только с собой и с представлениями о чем-либо, которые в данной реальности воплотились, воспроизвелись в такое же подобие, как и вы. Ведь изначально ваша суть — это не просто тело, это не просто личность. Это гораздо больше, чем просто это. Потому просветление, когда вы обнаруживаете, вы становитесь обнаружением собственного света, как вы его можете обнаружить? Вы должны для этого хотя бы увидеть сначала, где вы находитесь. То есть, вам нужно наблюдение, хотя бы просто, чтобы быть отслеживающим, сканирующим, осознающим в этом наблюдении, как вы думаете, как вы анализируете, как вы действуете, как вы разговариваете, как вы молчите. Но вы не должны быть обусловленностью этого состояния. Вы не должны быть погружены в это. Вы не должны быть на дне этого ни в коем случае, потому что это и есть темница, это и есть тюрьма. И там просвета, а, соответственно, просветление быть не может. Разотверждение появляется только тогда, когда вы начинаете находиться в наблюдении за собой. «Почему я так думаю? Почему это со мной происходит? И почему я хочу просветление? Что мне даст просветление? Что это такое? Я как-то по-особому буду жить, я по-особому буду кушать, я по-особому буду ходить на работу, я по-особому буду спать». Или вообще ничего из этого не буду делать, но это утопия. Потому что человек обладает телом, личностью в данной реальности не случайно. Личность – это своего рода такой корабль, это механизм, это инструмент, который протаскивает вас через взаимодействие двух таких энергий, как сознание и разум. И таким образом появляется рождение такой осознанности, да, кристаллизация этой осознанности, так сознание осознает самоё себя. Просветление – это не выключенность, просветление – это не тишина, не отсутствие мыслей. Просветление – это когда вы обнаруживаете, что вы не вовлечены в какой-либо образ, ни в какую потребность иметь этот образ. Вы не вовлечены, ни в какую зависимость иметь потребность и иметь обусловленность. Вы не вовлечены. Вот это просветление. То есть, что получается, если вы обладаете светом изначально, то ум, подсознание, личность, тело, вся программа данной реальности своего рода как пыль, как затемнение, как шторы. И получается, стоит вам начать находиться в наблюдении за всем этим. Вы, во-первых, перестаёте туда транслировать энергию. Вы перестаёте это подпитывать. Оно начинает таять. Вы начинаете становиться более разотождествлённым и не вовлечённым. И тогда просветы, протуберанции появляются больше и больше. И вы начинаете замечать этот свет, который никогда снаружи. Он всегда только изнутри самого себя. Вот это просветление. И это не значит, что вы должны быть безмолвие. Нет. Ни в коем случае. Безмолвие, ещё раз говорю, это не вовлечённость в обусловленность и образность. Вы должны быть опять-таки собой. Но прежде вы должны обнаружить, что такое идея быть собой и что такое состояние собой. Потому что есть как бы и маленькое я, и большое я. И это не одно и то же. Чем больше вы в наблюдении, у вас появляется различная стадия, различное чувствование того, какой вы есть недвижимый. Вот в этом присутствии, в этой сфере присутствия. И эта сфера присутствия взаимодействует с личностью, взаимодействует посредством личности с чем-либо в данной реальности. И каждое это взаимодействие тоже шаг на пути разотождествления, тоже шаг на пути освобождения. То есть вы не ставите свою целью, сейчас я буду разотождествляться, сейчас я буду что-то для этого делать. Нет. Вы просто являетесь собой, присутствующим в наблюдении, осознавании того, как есть.